Традиция давать новогодний симфонический концерт уходит еще в середину прошлого столетия. Впервые 31 декабря 1939 года в Золотом зале Венского музыкального общества был дан концерт Венским филармоническим оркестрам. Праздничная программа включала танцевальные пьесы семейства Штраусов и других австрийских композиторов. С этого времени новогодние концерты симфонических оркестров стали непременной составляющей праздничной Вены. Их подхватили во всем мире. Чудесные вальсы, польки и марши братьев Штраусов в Старый Новый Год будут звучать с главной сцены региона. В программе концерта не только хорошо известные и любимые мелодии, но и не столь популярные пьесы братьев Штраусов. Я думаю, это в первую очередь музыка праздника. Ее следует играть в том числе на праздновании Нового Года. Но эта музыка также очень сложна. В ней есть и грустные мотивы, и очень долгие и длинные пассажи. Но в целом эта музыка именно для праздника. Невероятная фантазия, свобода и поэзия. Музыка Штрауса – это уникальная вселенная. Так о ней отзывается австрийский скрипач и дирижер Харальд Крумпек. Музыкант с мировым именем, один из наиболее авторитетных и харизматичных солистов Венского филармонического оркестра, выступит на одной сцене с ульяновским симфоническим оркестром. Я очень надеюсь на то, что наша встреча является не последней. И мы хотим сделать все сейчас для того, чтобы эти встречи были традиционной. Потому что именно музыканты такого уровня, они несут именно традиции той музыки и принесут ее именно в наш оркестр. Для нас это очень важно. Сочинения короля вальсов станут настоящим украшением. Столь необычного, но по-настоящему родного для россиян праздника – Старый Новый Год. Екатерина Терещенкова, Леонид Скомарохов, репортер 73.